Приветствую, друзья! Буду говорить громко, надеюсь меня слышно. Я не могу сейчас отойти в сторону, потому что я стою на гвоздях, уже стою, наверное, полчаса. И очень интересное осознание. Ко мне подходят люди, спрашивают, как это так страшно стоять, смотрят, трогают гвозди. Я говорю, вставайте, это реально. А мне говорят, не, 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 это страшно, это вдруг там проткнем что-то, поранимся. И я смотрю, там есть еще не только гвозди, есть маленькие такие, как это правильно назвать, Кузнецова, да, вот остренькие кубляшки. И когда кто-то на эти кубляшки встает, те же самые люди подходят и изучают потом рисунки на ладошках или пяточках других людей, кто стоял на аппликаторах Кузнецова. И я смотрю, в жизни же тоже так происходит, когда мы просто наблюдаем, когда мы исследуем, но не вовлекаемся в опыт, то есть этот опыт не становится нашим. Это как прочитанная книжка, это проходит мимо нас. Мы удивляемся, как люди это могут делать, какие они молодцы, но у нас это никогда не получится. Не получится только потому, что мы никогда не вставали на гвозди или... Гвозди — это просто пример. Мы этого не делали. Мы этот опыт не старались получить, включить в свой опыт. Мы просто были в стороне, мы просто наблюдали. И вот так вот проходит вся жизнь, и мы думаем, что есть какие-то одаренные люди, способные люди, необычные люди, и как они так могли, у нас такого не получится. Это просто избранные люди. Но на самом деле это такое большое заблуждение, потому что могут все. В данном контексте я говорю про стояние на гвоздях, я все еще на них. Как видите, говорю нормально, да, мне... Я, конечно, ощущаю боль, но не настолько, чтобы... Я чувствую это я сильно, но я могу с вами вести диалог. Я в полной осознанности, в сознании. И это все совершенно реально. И я вас хочу пригласить, призвать к тому, чтобы, если что-то вы хотите попробовать, пробуйте. Не будьте в стороне, не стойте в стороне, не бойтесь, что у вас не получится. У вас все получится. Просто надо сделать первый шаг. Возможно, первые 10-15 минут будет больно. Ну, минут, секунд. Будет больно, некомфортно. Но потом вы начинаете осознавать боль, вы начинаете осознавать, что происходит в вашем процессе, в вашем теле, как течет энергия. И потом появляется больше осознанности, и вы осознаете дискомфорт. Это касается не только гвоздей, это может касаться любого начинания в жизни, что-то новое, новый проект. Страшно войти в новый проект. Но вы попробуйте, вы сделаете этот шаг. Побудьте там какое-то время, самое стартовое время в проекте, дайте ему жизнь. И потом уже увидите, что вы втянетесь, и все идет, все получается, и все это возможно. Друзья, я вас люблю, обнимаю, и желаю вам делать первый шаг, пробовать. Субтитры сделал DimaTorzok